приветствую вас на канале я евгений галыгин и это видео вероятнее всего пригодится больше нашим уважаемым студентам которым предстоит сдавать ядерку но официально это физика атомного ядра элементарных частиц в данном видео я дам свои краткий быстрый комментарий по шестому блоку вопросов естественно это не воспринимаете как решение то есть полноценный ответ это просто куда смотреть что делать и вообще что что называется люблю задавать и какие вы можете использовать уловки даже счет подзабыли этот формат видео в большей степени существует благодаря предложению студентов группы радиофизики в частности владислав татьяна лилия никита и многие остальные потому что в рамках консультации также прям делал и в общем им понравилось поэтому во многом благодаря вам этот формат есть но сегодня шестой блок шестой блок достаточно хороший так как он посвящен экспериментальным методом физики высоких энергий то есть он несмотря на то что по тексту достаточно маленький он по идее очень хороший и действительно большой а главное он приятен тем что его грубые результаты может добавить почти к любому другому вопросу но в общем суть в том что кстати говоря еще есть лекциями фишные посвященные как раз чисто экспериментальной ядерной физики но там понимаю объемы конечно большие поэтому наверное вряд ли там целый курс там лекции слайда очень хорошо в общем ссылки я давал литературе так что без проблем можете посмотреть но что здесь здесь можно для себя сначала такую логическую цепочку то есть как шло изучение в рамках ядерной физики то есть сначала у нас просто источник радиоактивное излучение что называется натуральный альфа излучения бета излучения ну и гамма то есть вот какие-то соли урана то есть это старт что было на допустим экспериментах кюри а потом уткнулись в общем то вариант того что для получения более тяжелых и более тяжелых и нужных элементов но одна нужно просто более тяжелых или каких-то других экспериментов нужны больше энергии естественно обычные источники ионизирующие звучание таких энергии давать не могли ну и соответственно пошли два пути на первый по хронологии тут бы историю кашнина врать да пошли это предпримитивные ускорители элементарных частиц но пошли линейный ну там банально разгон электрическим или электромагнитным полем идет там электрическим или так электромагнитным резонанс на это что просто попадала на каждый кусок а такой многоэтапный разгон частица большую энергию получала но следующий этап тут уже естественно это 45 год это атомные взрывы то есть во время взрыва получается много тяжелых элементов и это был следующий скачок по энергии ну то есть получаем элементы можно его исследовать ну понятно в рамках взрыва это такое себе мягко грязь точки зрения контроля экологии вообще многих других факторов но факт остается фактом историческим было такое дело и многие элементы сейчас бы не наврал которые естественно после урана и после полутония тоже на но по именно ускорителем как экспериментальным установкам тут важно понимать их типы то есть основные линейный циклотрон коллайдер и встречные пучки то есть там идея какая мишень может быть неподвижная а может тоже двигаться то есть два встречных или одна неподвижная мишень дальше очень богатая тема здесь по обсуждению а именно конкретные экспериментальные установки в лекциях это есть они сейчас доступны на канале тоже можете посмотреть там ссылки есть то есть как проекты линейных ускорителей и кстати сейчас наверное не настолько массовый но есть крупный там трех километровый в америке дальше естественно самый популярный большой дронный коллайдер то есть типичный коллайдер и можете сразу сюда же перспективы развития церна там по получению уже ускорителя на больше энергии для решения уже фундаментальных вопросов физики элементарных частиц ну то есть а приписывают наибольший такой эффект по открытиям это бозона хикса но это можно кстати там тоже немножко поспорить в плане того насколько все таки оправдана развитие и вкладывание финансирование в это направление но это может перейти к вечному спору фундаментальная и прикладную наук но с другой стороны здесь он как никогда на мой взгляд актуален дальше релятивистская кинематика тут вспоминаем преобразование лоренца так лоренца сейчас не наврать ли в общем преобразование где в квадратно c в квадрате то есть это у нас релятивистская механика можно вспомнить пространство минковского что называется почему нет но и в том числе не забыть о том что у нас линейные размеры частиц тоже меняются но и форма сферически симметричные тоже уходит дальше момент это наблюдение за частицами но это начиная от примитивных методов таких как фото эмульсия ну то есть грубо говоря такая толстая фото пленка как раньше было то есть пролетает частица химическая реакция и вы можете видеть трек ну то есть примитивно понятно просто камера вильсон наверное самая долгоживущая эффективная установка в плане того что там с 20 по моему годов 19 века ну не берите тут на слово я историю могу немножко если туда 10 лет обратно даты не слишком хорошо запоминаем но в том то что очень наглядно точно и наверное на мой личный взгляд наиболее наглядное в плане обучения вообще ну то есть иногда жалко что нет возможности наблюдать их более чаще ну то есть все таки ролики интернете не всегда дают такое представление но что поделать то есть там прямо трек будет видно она же пузырьковая камера наша камера вильсона есть некоторые улучшения технологические технические и но в общем от этого на конечно не терять не свою эффективность не своей эдакой простоты но современный детектор они естественно идут как многопрофильные это современные ускорители то есть для детектирования разных типов частиц используются разные детекторы то есть на разряда с по типам сцентиляционные есть детекторы под разные по энергиям частиц то есть общая как тенденция идет разделение частиц на их энергию то есть как она в том числе проходит по ее траектории и прохождению через вещество но по траекториям любой ускоритель там устройство для фокусировки пучка ну то есть цель не только получить высокую энергию но и в том числе попасть куда надо то есть фокусировка пучка для заряженных частиц это в кое-то мере легче раньше хороший пример был электронно-лучевая трубка вашего телевизора ну сейчас конечно актуально но то есть там самое простое это поток заряженных частиц можно системы конденсаторов направлять то есть просто в электрическом поле дальше по разнообразным циклотроном там магнитное поле закручивает и по магнитным полям и вообще электромагнитом тоже отдельная тема хорошо сюда приходит это получение напряженности поле очень высоких магнитных полей имеется ввиду там переход уже к низким температурам сверх проводящий то есть проблема получения постоянной напряженности импульс на импульс на проще постоянного сложнее то есть это совсем отдельная тема от этих магнитных полей высоких напряженности но тоже сюда можно прикрутить потому что любой по сути современный ускоритель это использует дальше при детекторов еще важный момент это обработка информации с использованием численных методов и компьютерного моделирования то есть часто можете в интернете разошлось что-то вот эти треки частиц линии вот это отмоделирование то есть когда непосредственно информация физически сигналы получены детекторами уже преобразуются для уже нашего восприятия примерно в таком виде то есть там проходит большая степень обработки использования модели сюда можно приписывать смелые разнообразные модели сложные я держась в том числе с численными расчетами там гидродинамические коллективные обобщенные что-нибудь такое можно смело дальше также можно не забывать и нужно не забывать о том что в том числе необходимо понять с фундаментальной точки зрения как ведет себя антиматерия ну и собственно антиядра тоже пособирать не только интересно но и важно но право фундаментальной точки зрения то есть тут еще можно упомянуть о замедлителях элементарных частиц то есть это не тех которые в ядерных реакторах там нейтрон замедлить а именно как отдельных установок которые используются для исследования антиматерии есть в том числе мы тоже рассматривать записи на лекции тоже есть но очень хорошая богатая тема но казалось бы небольшая по тексту но очень много сюда можно добавить и самое главное она отлично расходится по всем другим темам но то есть схема же сохраняется у вас любое теоретическое к этой модели должна не просто быть сама по себе что нравится объяснять какие-то экспериментальные факты и как как можно экспериментальные факты без экспериментальной физики высоких энергий и физики элементарных частиц анны еще раз немножко напомню то есть это быстрый комментарий по блоку вопрос который вам надеюсь помогут при подготовке но это неполноценный конечно ответ благодарю за внимание и до новых встреч на канале счастливо